Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня актриса Елена Воробей. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии. 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, задавайте свои вопросы. Также пишите ватсап 2306191. До интервью вы предупредили нас, я раскрою, может быть, такую тайну небольшую, что у вас сломана рука. Что произошло? Мы видим гипс. Лапа скользовалась, упала. На самом деле, у меня был концерт в городе Ногинске. И я работаю на каблуках, чтобы казаться немножко выше, чем я есть на самом деле. Так вообще я типичный представитель семейства хоббитов, метр пятьдесят вольт, с начёсом. И дабы свои объекты пародий в моём юмористическом шоу как-то соответствовали более-менее первоисточникам, я всё-таки пытаюсь возвыситься. Хоть как-то. И у меня очень опасные шпильки, и было скользкое покрытие на полу. Поехали каблуки, оба не смогла поймать равновесие, упала прямо на сцене. Видела, что сломала руку, но героически продолжила работать. Работала практически до тех пор, пока почувствовала, что уже теряется здание. Оказывается, падало давление. Когда я остановила концерт, объявила антракт, меня уже ждала скорая помощь. Ну а реакция зала в такие моменты? Ведь, как правило, зал не понимает, что происходит на самом деле. Им кажется, что это часть номера, наверное, сценического выступления. Они смеются, возможно. Как это было? Так и было. Ну просто у меня уже висела рука, она на глазах у изумлённой публики начала отекать и приняла какую-то очень неестественную форму. Оказалось, что переломов несколько, переломы со смещениями. Ну ничего. То есть ваша работа, она травмоопасная, можно так сказать? И мне кажется, быть женщиной травмоопасно. И ходить на высоких шпильках. Да. Вот эта история, когда вы оказались в больнице, потому что одно дело – это шоу, которое, как известно, должно продолжаться, и всё-таки есть и боль, когда вот такая травма серьёзная. Насколько тяжело вы пережили эту травму эмоционально? Или всё прошло достаточно легко с психологической точки зрения? Я вам скажу так. У меня уже есть опыт в этом деле. И не верьте тому, кто сказал, если ты упал, уже сломал эту кость, она становится прочнее и уже не ломается. Это неправда. Я упала ровно на ту же руку, на правую. А опыт у меня столь же весёлый. То есть та же правая рука упала. Я умудрилась в свой день рождения, в свою ночь уже, когда возвращалась домой. У меня платье запуталось за шипы на обуви. Не было каблуков, просто была обувь с шипами в балетке. Запуталась одна нога и вторая, и я не смогла. В общем, утром следующего дня я, естественно, была загипсована вся. У меня ещё и было прилично разбито лицо. Хорошо, хоть без переломов. И я позвонила в Театр Буф, где у меня ждали на спектакле. Я исполнительница главной роли была в спектакле «Сильвия». И позвонила своему мастеру, художественному руководителю Театра Буф Исааку Романовичу Штобарту. И говорю, Исаак Романович, печальную весть я вам сейчас объявлю. Упала я далече второго дня, да так неудачно, что сломала ногу, разбила лицо. Да, и связь у нас с Еленой почему-то прервалась сейчас вот так вот неожиданно. Но мы попробуем её возобновить. Пока, напомню, телефоны прямого эфира для наших слушателей. Вы также можете подключаться и звонить, задавать вопросы. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. И снова Елена Воробей с нами на прямой связи. Да, что-то произошло, какой-то сбой. Кто-то пытался ворваться в эфир. Так вот, я позвонила Исаак Романовичу и сказала, что я вся разбитая, у меня рука на перевязи в гипсе. На что он мне сказал, малютка, ничего, ты же собачку играешь. Которую где нашли? Бродяжную, бродяжью собаку. На улицах города. Ну, а что, у собачек не бывает перемотанных лапок? Я играла с переломами. Ну, сцена лечит. Мы даже придумали, как это обыграть. И никто не понял, что это тот бэкстейдж, что называется, который просто был органично вплетён в концепцию спектакля. Сцена лечит. Многие артисты говорят о том, что когда у них высокая температура, 39, но они выходят на сцену, в этот момент болезнь наступает. Вот это миф такой, который может быть красивый миф, который распространяют артисты. Или так на самом деле? Так на самом деле, вспоминаю свои гастроли в Америке. У меня была температура 40. И, конечно, я ничего не соображала в жару. Ну, в жар, находясь, да. И мне было сказано, по контракту я не могу отменить или перенести представление. Шо Масгон, как говорят у нас в Беларуси. И мне был найден доктор, который по-быстрому отписал мне антибиотик сильнейший. Я получила такую мощную дозу и в полубредовом состоянии пошла работать. Но я помню отчетливо, что у меня чуть-чуть было дезориентирование. Я не понимала, что софиты сверху, софиты сзади, задняя линия там, в глубине сцены. И фонарь из зала я совершенно не понимала, где зрители. У меня была одна задача не повернуться к ним спиной случайно вот в этом. Ну, а так, сцены лечат, это давнишний факт, это не поспоришь. Люди, которые в жизни заикаются, выходят на сцену и говорят абсолютно без запинок. Та же Фаина Раневская или Сережа Мегицко. Все-таки вот если вернуться к вашему падению, я вот помню фильм «Укращение строптивого», где Андриана Челентана и Арнелла Мути, они смотрят на выступление в кино Чаплина, видят. Я помню этот эпизод. И как раз, да, как раз Арнелла Мути смеется, а Андриана Челентана говорит, ну, ему же больно. Ну, там, с иронией все это понятно. Но так или иначе, вот эта вот такая жестокость, наверное, может быть, которая свойственна публике, она смеется, когда артист падает. Должен ли артист падать для того, чтобы рассмешить публику, аудиторию? Ну, почему нет? Это трюковой прием давнишний, ему, я думаю, уже не одна тысяча лет, скорее всего. Еще из площадного театра, там, Коломбино и так далее, когда всегда был мальчик для битья. Вот, а вы знаете, вчера, когда мне доченька задала вопрос, мамуля, ну, как ты так, ну, тебе очень больно, было ли больно сейчас, как ты себя чувствуешь? Я ей улыбаюсь, сказала, да не страшно падать, каким бы серьезным ни было это падение. Важно уметь подниматься. Правильно. Я поднялась и продолжила шоу, понимаете? Ну, публика, аудитория и то, что называют любовью народа, на самом деле, на ваш взгляд, это такая искренняя история или это потребительское отношение к артисту, как к товару? Может быть, это цинично звучит, но, тем не менее, ведь часто мы видим, что любовь уходит, как только артист пропадает со сцены или с телеэкранов и так далее, его достаточно быстро забывают. Даже самых великих забывают. Ну, зрители тут ни при чем. Я думаю, это устройство, не устройство, неверное слово. Это так создан человек. Наша память эмоциональная, сильна до поры до времени и ровно столько, сколько мы хотим ее хранить и держать. Что-то зависит от воспитания, что-то зависит от окружающей среды. У нас сейчас столько вариантов получения информации, что тяжело удержать своих зрителей. Даже на протяжении пяти лет, каких-нибудь пяти лет. Десять – это вообще прекрасно. Пятнадцать – сверхзадача. Остаться там навсегда любимыми. Такую честь удаются, я думаю, только поистине великие, гениальные артисты, исполнители, художники. И то, и то – это серьезная тема для того, чтобы поболтать и порассуждать. Ибо любое искусство зависит от моды, к сожалению. Ну, вот вы сказали сейчас, что тяжело удержать зрителей. Ваш коллега Владимир Винокур, он как-то говорил о том, что вот иметь артисту исключительно свою аудиторию на протяжении всей его творческой карьеры – это как бы не очень хорошо. Артист должен достучаться, уметь достучаться до любого сердца, скажем так. Так вот, согласны вы ли с тем, что исключительно своя аудитория, она каким-то образом консервирует артиста? Абсолютно с этим согласна. Я больше скажу. Когда мне предложили подключиться к модным интернет-платформам типа Инстаграм, Фейсбук, ну и так далее, да, сейчас ТикТок, я вообще не понимала, для чего это нужно. И скажу, что понимание это пришло совсем не сразу. Я сейчас активно переписываюсь, выкладываю посты, что-то придумываю даже специально на своей Инстаграм-страничке и понимаю, для чего я это делаю. И уже веду какие-то практически лекторские беседы со своими коллегами, кто еще на этот шаг не решился. Так вот, отвечая на вопрос своего большого друга Сережи Дроботенко, зачем я этим занимаюсь, с такой любовью и охотой, я сказала честно, для того, чтобы омолодить аудиторию. Те зрители, которые нас уже полюбили в начале 2000-х, они остались с нами. У меня очень большая узнаваемость. Я не знаю, это критерии чего, звездности, какой-то статусности. Я понимаю, что о такой узнаваемости, скорее всего, мечтают многие начинающие артисты. Я этим никак не тягачусь. Мне даже приятно это ощущать. Вот такую любовь людей на улицах, в разных городах, на рынках, на вокзалах, в аэропорту. Дело не в этом. Эти зрители от нас уже не уйдут. Мы получили то бесценное, те бесценные первые аплодисменты, первый интерес, который пролонгируется с годами. Тут уже зависит от нас, от артистов. Но получить новую аудиторию, при том, что появилась плеяда молодых артистов, интересных, талантливых, просто молодых мозгами. Нам с ними не просто конкурировать, я понимаю, что мы будем пытаться отбить в них их зрителей. Понимаете? Поэтому я стараюсь вести эту борьбу честно, не объявляя войны. Вот вы недавно поздравляю с днём рождения, Евгения Петросяна. Это было в сентябре, если я не ошибаюсь. Вы назвали его академиком юмора. Вот те самые академики юмора, такие как Евгений Петросян, это уже история всё-таки юмора, или это ещё актуально, может быть? Ой, ну как, знаете, мы же не червонцы. Старая, избитая фраза, банальная, пошлая, в чём-то именно из-за количества повторов, чтобы всем нравиться. Так, знаете, я подписана на многих молодых юмористов. Может, они уже даже не молодые, а молодые были не молодые. Гарик Харламов и так далее. И читаю, что там их троллят, и хорошо там чехвостят, обвиняя в том, в том, в том. Ребята знают, куда гребут, на каком пароходе они плывут в этом огромном мире шоу-бизнеса, юмористического в данном случае. Евгений Ваганович знает, куда гребёт он, и какую команду за собой он волочёт. такой бурлак, бурлак нашего юмора. Слушайте, но его оптимизму, его долголетию творческому, конечно, можно позавидовать, можно стебаться уже над этим, потому что люди, которые активно пользуют интернет, конечно же, понимают, что там большая часть материала, который произносит Евгений Ваганович, просто дёрнутая из интернета, мне всегда в таких случаях становится неловко за авторов, которые, скорее всего, артисту подсовывают этот материал, и ещё и продают. Вот. Я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Конечно, корифей, конечно же, человек, который столько лет умеет разворачивать свой корабль, пытаясь поймать ветер и наполнить свои курса, опять-таки идти, заслабить, аплодисменты. Но академикам юмора всё-таки трудно сегодня оставаться конкурентноспособными ввиду интернета и, возможно, присутствия. Ребята, для меня мой топ юмора, он совершенно другой. Я вот недавно встретилась с Михаилом Михайловичем Жванецким, и мне приятно было видеть эти умнейшие глаза тем внутренним содержимым эксклюзивным, эксклюзивной раздачей, эксклюзивного таланта, масштаба таланта. Знаете, есть немного людей, при которых почему-то, даже если ты эрудирован, не знаю, как-то хочешь казаться умнее, ну уж во всяком случае не глупым, мне кажется, наступает момент лёгкого идиотизма, и ты впадаешь в ступор и думаешь, господи, я по сравнению с этим человеком, ну просто моль, глупее, ну скажем так. У нас звонок есть, да, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Я на днях слушала интервью Баркова, это кинопродюсер и директор киношколы. Я не услышала вопросов, что вы мне продублируете, хорошо? Хорошо. Отлично. Он сказал, что многие артисты... Что со звуком, не слышно, да? ...искусство должно поднимать людей. А вот многие артисты, они как раз опускаются на низший уровень, на уровень публики. А какое ваше мнение? Да, наша радиослушательница говорит о том, что искусство должно людей поднимать, быть таким, может быть, социальным лифтом, а оно опускает как раз на дно. Ну, современное. Современное, если мы берем сейчас, да, какие-то... Опять же... Что думаете об этом? Хорошая постановка вопроса, мне нравится. Я не боюсь таких сентенций. Давайте, ждите. На ваш взгляд, сегодня современное искусство, вот когда его начинают ругать и говорить о том, что может быть много примитивного, чтобы достучаться до сердец аудитории, если используют такие пафосные формулировки, используют шутки ниже... Или даже в фильмах там ниже пояса и так далее и тому подобное. Чем проще, тем лучше. Вот, на ваш взгляд, есть сегодня вот этот элемент упрощения? Есть. Такая проблема есть, такая проблема существует. Она ворвалась в нашу жизнь с... с большим количеством КВНа. Нет, не КВНа, вру. Именно камеди-формата, камеди-клад, вот этот так называемый американский стендап. Какого масштаба эта проблема, не решать. Но мы все как бы этого хлебанули на самом деле. Потому что пойди, выстои против анекдота с матом, который хлесток. Там одно слово лишнее скажи, анекдот развалится. Ну, вы же понимаете, о чем я говорю, да? Также реприза, которая выстроена там, ну, что называется, ниже пояса. Адресовано там, бьет по самым открытым точкам, там, ближайшая зона восприятия. Знаете, если товар раскупают, значит, это кому-то нужно. Сказать, что ребята сидят без работы, я совру. У них много работы. Они очень востребованы. Возможно, потому что поколение, которое пришло вместе с ними, видела много ханжества. Возможно, я просто рассуждаю. Но сейчас огромное количество мата, огромное. И если это не идёт в эфире, то это идёт там на интернет-ресурсах, на персональных страничках молодых юмористов. Да, этого очень много, и это проблема. И ты понимаешь, что найти форму, которая будет очень смешной, и без того, чтобы без искушения опуститься до зоны гениталий, сложно. Но возможно. Вот вы упомянули Жванецкого, и как раз его эксклюзивный юмор. И слушая Михаила Жванецкого, понимаешь, что это всё-таки достаточно элитарная история. То есть это не для широких масс. Хотя, конечно, он популярен и узнаваем. Но, тем не менее, всегда будет аудитория, которая больше и которая не у Жванецкого. Вот на ваш взгляд, это справедливое устройство мира, если я сейчас задам такой философский вопрос? Ну, интеллигенции всегда было меньше, чем общенародные массы, что называется, толпы зрительской. И тут важно, чтобы сохранилось, чтобы кто-то был хранителем этого формата, такой настройки и юмора, и вкуса. Есть ещё, конечно, Семён Теодор Чальтов из ныне здравствующих. Я недавно смотрела как раз его, небольшой концерт по случаю его бенефиса по телевизору. Обратила внимание на то, что было много старого материала, нового материала мало, и это опять-таки результат того, что юмор поменялся очень сильно. Но вспомните комедии, вспомните монологи Хазанова, которые были безумно смешные. Там была и сатира, был хороший юмор, Хайт писал тексты, опять-таки Жванецкий писал тексты. Хорошие, умные, смешные, ну, вкусные. А сейчас... Вы меня видите, да? Да, мы видим вас и слышим. Отлично. Сейчас эти номера не работают. И, возможно, именно поэтому однажды, когда мы встретились с Геннадием Викторовичем Хазановым, это была встреча не на съёмках, она была такая, тет-а-тет в театре эстрады. Опять-таки, в тот случай, когда глупеешь на глазах, потому что видишь перед собой не просто успешного артиста, артиста любимого, ну, мной просто обожаемого. И он мне говорил о том, что уже не стоит соваться в юмор, когда узнал, что я туда и собралась. Он знал меня как раз как начинающую эстрадную певицу по конкурсу «Ялта-Москва-Транзит». Знал меня как театральную актрису, почувствовал и предложил тогда уйти в профессиональный театр, в театр большой, я имею в виду такой, с большой сценой, с большой аудиторией. И мне хватило дерзости, я не знаю, глупости или чего, сказать, что, Геннадий Викторович, вы на этом прекрасном корабле, лайнере, который плыл по волнам успеха и заслуженно этот успех вкусили, ну, я имею в виду юмор, вы на нём курсировали ровно столько, сколько сочли нужно, для того, чтобы понять, что вам пора сойти, вы хотите сойти, и уйти просто, сойти на другую палубу. Я говорю, я должна либо наступить на эти грабли самостоятельно и понять что-то в своей жизни самостоятельно, но это не может быть ваш опыт, приодетый на меня, это было дерзко с моей стороны, но я услышала понимание с его стороны, со стороны Геннадия Викторовича Хазанова, и наши судьбы на долгие годы разошлись, встретились мы уже спустя 15 лет, если я не ошибаюсь, если не больше, на проекте первого канала шоу «Повторить», где он сидел в жюри, и мне было несказанно приятно, что он... вот прошло много лет, много, вот для артиста это много, 18, наверное, лет, почти 20, и он увидел меня в хорошей рабочей форме и сказал, что очень жаль, что тогда я сделала такой выбор, если сейчас я не использую возможность, что называется, перекраситься, то я совершу большой аш-эффор. Сейчас небольшой перерыв мы сделаем, потом вернемся и продолжим. Актриса Елена Воробей с нами на прямой связи. Мы продолжаем, эта программа «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова, Вадим Родионов, звукорежиссер, Родион Золотарев, актриса Елена Воробей с нами на прямой связи, еще раз здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, также звоните за рубежа, код плюс 371, напишите в WhatsApp, 230-6191. Ну вот сегодня среди стендап-комиков, о чем мы с вами говорили, в первой части появляется все больше женщин, и даже говорят некоторые, что дамский юмор, скажем так, теснит мужской. Замечаете такую тенденцию? Можете с этим согласиться или нет? Ну, приведите примеры. Я не знаю, простите мне, мою серость хедлайнеров в этом виде юмора. Я девчонок не знаю. Клара Новикова – это классический пример, это, скажем, олдскул, как называют. Это олдскул, конечно, да, но мы сейчас же говорим про стендап. Да, ну в стендапе, как правило, есть девушки, которые шутят, Ахметова, например, и так далее. Из КВН они вышли. Имена, имена, имена. Ахметова, например, блогер. Знаете такое? Из КВН она вышла, кстати. Нет, не знаю. Вот вы в одном из интервью говорили о том, что если рассказывать... Ну, у нас, кстати, говорят, недавно был такой мини-скандальчик Лена Борщева, которая вышла из КВН, да? И это комедий-вумен какой-то период времени она была в этой команде. Сейчас она живет самостоятельной творческой жизнью. Лена Борщева знаете, да? Да, знаю. Понимаете, о ком я говорю. Так вот, она в эфире у Леры Кудрявцевой сказала какие-то резкие слова в адрес Дубовицкой, Винокура, и сказала, что это старый жанр, который помер, и вообще их нужно спешать на пенсию, потому что это тухляк. Ну, смысловое я вам передала абсолютно точно, вот смысловое. И после этого раздались звонки журналистов. Я прямой, ну, как бы цитатно не видела. Потом пыталась позвонить до Лены, мы изредка, но все-таки общаемся. И я сказала одну простую фразу. Я, как человек, я солистка, да? Как Клара Новикова, как Винокурт, как Юрий Гальцев, как Гена Ветров, Дроботенко, Маменко. Мы сольники, мы работаем сольно. На сольных афишах обмануть невозможно. И я говорю, если Лена Борщева считает, что она имеет право вот так списать на берег такие имена, таких артистов, давайте встретимся у касты. И посмотрим, сколько будет зрителей. Где будет очередь? На сольном концерте у Лены Борщевой. Боюсь, что прогнозы будут, ну, что мы быстрее найдем промоутеров для гастрольного турне, чем Лена с сольным концертом. Опять-таки, сталкиватель лбами, и дело вообще дурное, абсолютно. Работаем ли мы локтями в мире юмора? Я лично нет. Я предпочитаю работать другим местом. И поэтому ставлю перед собой задачи вполне понятные и четко сформулирую. И четко их формулирую. Ну, например, я понимаю, что стендап, вот эта подача материала, которую пропускаешь через себя, свое восприятие жизни, того, что происходит на сцене, на эстраде, очень хорошая, очень хорошая форма. И она работает только тогда, когда ты говоришь на своем языке, находишь уши, которые примут это и будут там звучать с тобой в унисон. То есть понимать твою тональность. Ты должен попасть в своего зрителя. И я перед собой этим летом поставила задачу как раз придумать номер в таком формате, именно классического стендапа. И надо сказать, что мне кажется, что это один из удачных кусков в моем сольном концепте. Вот так. Вот когда говорят о стендапе, это все-таки американское веяние, то есть потому что там это направление получило распространение, часто как глобализация. Вот есть, например, Макдональдс, он есть во всем мире. И, соответственно, стендап – это не эксклюзивная история, а, в общем-то, о такой адаптации на русскую сцену, американской модели. Вот все-таки, если говорить о юмористах еще советской и постсоветской школы, это ведь была в какой-то степени эксклюзивная, придуманная на конкретной территории, в конкретной стране история. Вот на ваш взгляд, вот эта глобализация юмора, она как вообще на юморе отражается? Потому что глобализация многих пугает именно по причине того, что в самобытность уходит просто. Уходит доделание в самобытности, уходит ценность слова, красивого, умного. Вот это, мне кажется, фигово на самом деле. Потому что, когда не видишь до слез смеющийся зал, например, на монологах Жванецкого, становится обидно, потому что, понимаешь, ты слушаешь талантливый... Дело не в том, что талантливый еще гениального автора. Нет, это остроумнейший текст. И для того, чтобы все случилось, я нашла в интернете его монолог на то, как на мосту написали слово из трех букв. Да, вот там стояла истерика в зале. Ну, понимаете, что это дело, глобализация юмора опасна именно этим. Ценность слова уходит. Американские словечки все прочнее и прочнее входят в нашу жизнь. Я, например, прошу свою дочь время от времени, не знаю, раз в месяц хотя бы говорить мне какие-то новые слова для того, чтобы, возможно, я могла их использовать где-то там на сцене. То есть я не отвергаю тот мир, который сейчас вокруг. Это было бы большой глупостью. Я его принимаю и пытаюсь себя в нем как-то найти тот баланс, чтобы себя комфортно в нем чувствовать. Не чувствовать себя старой вешалкой, понимаете, бубнящей, которая поет что-то. Отпустите меня, там, где Малайи. Я думаю, мне скажут, мама, кому вы пародируете? Кто эти люди вообще? Забудьте вы эти голоса. Они уже почат в бозе там, не знаю. Переходите на молодежный фарамат. Давай нам тиму белорусских. Или группу Нелетов, понимаешь? Я слушаю, стараюсь слушать все, что есть. Но мой абсолютный слух, поверьте, он останется абсолютным. Какое количество безголосых певцов или певиц не врывалось бы на нашу эстраду? Возможно, я там черпаю, найду вдохновение для создания какого-то смешного номера. А быть может, напишу красивую песню. Все можно обратить в плюс. Не так давно записали? Вы читали песню как раз на музыку и слова Дениса Майданова? Все перемелется? Да, у меня вчера был great day, большой, великий день. Дело в том, что декабрь для меня был очень плотный в плане гастролей. Это была и Белоруссия, это была и Европа, Германия, гастрольный тур. И Россия, там Сибирь, Дальний Восток и так далее. Средняя полоса центральная России. Неважно. Я все никак не могла понять, для чего мне гастроли в Германию, а в очередной раз лучше меньше, лучше реже, да лучше. Чего-то я туда зачастила. И вдруг происходит какая-то удивительная встреча. В ночи мы оказались в одной гостинице с Денисом Майдановым в городе в плавном граде на майне, Франкфурт на майне. И за общим столом организаторы проводили параллельно два тура и Дениса, и мой, юбилейное шоу, юмористическое. Мы там впервые познакомились, что называется, и был выходной день, мы много общались. Денис посмотрел мое выступление в шоу «Три аккорда», где я стала победительницей. Очень удивился тому, что я обладаю таким голосом, своим тембром узнаваемым, и почему я профукиваю это дело. И потом показывал свои песни и говорит, а ты чего сольную карьеру-то не начала? Я говорю, я честно говоря, просто жду свою песню. это безумно тяжело найти свою песню. И неважно, ты пытаешься прочитать ее успех, и чтобы она стала хитом. Это, конечно, здорово, если вдруг песня обречена на успех, и тебе с первого гола, с первого паса, что называется, ты забьешь гол удачно, и твоя песня станет, получит рейтинги высокие. Я услышала песню, которая была полное ощущение, что Денис писал про меня, как будто он заглянул в мою душу, в мою голову, в мое сердце. Я прослушала ее еще раз, еще раз, и говорю, Денис, а он что, нравится? Я говорю, сказать нравится, это не сказать ничего. Он говорит, тогда дарю. И вот я уже знала, для чего я поехала на гастроли. Мне было все равно, сколько подарят игрушек, шоколадок, цветов на этих концертах. Вот эта встреча окупала абсолютно все. Недосыпы, переезды. Я моталась из Москвы в Германию и обратно, чтобы успеть на спектакль, который там был неудачный. Для меня тяжело составлен график, но работала на износ, правда. И по возвращению в Москву я ждала вот этого звонка, когда Денис скажет, студия готова, работаем аранжировку и дальше запись. И до Нового года мы успели это сделать. А дальше мы уже просто ждали сведения. И вот буквально вчера состоялась премьера, песню взяли многие радиостанции страны. Для нас это большое счастье, большая уже большая маленькая победа, я бы сказала так, потому что Елена Воробея уже большая часть страны, конечно, принимает как человека из армии юмористов, но я человек с характером, а характер, как сказал мудрец, это судьба. И Денис это четко увидел и на записи, и в общении, поэтому у нас далеко идущие планы, а что-то зависит от нас, от что-то уже от тех сил, которые над нами. Мы в завершении интервью поставим эту песню, так что наши радиослушатели также смогут ее услышать. Вот я как раз здесь вспоминаю Татьяну Буланову, которая, когда начинала свою карьеру, у нее все песни были грустными, и потом она как раз попыталась изменить в том числе и свой имидж, и стала записывать веселые песни, но это ей тяжело очень давалось, потому что в мое детство я хорошо помню, как родители стали Булановой, все практически плакали уже в определенный момент, потому что в Буланове все песни были грустные, очень сложно изменить свой имидж, и может быть, даже иногда это невозможно. Вот тяжело ли, если у вас мысли, скажем так, перейти в другое амплуа, уйти из такой веселой плоскости, может быть, в грустную или драматическую, ну, по крайней мере, попробовать себя в этом. Ребята, дорогие, во-первых, я живу в параллельных мирах, прекрасных параллельных мирах, и это мое счастье. Помимо эстрадной стези, я выступаю в спектаклях. Один спектакль называется «Он в Аргентине», на сцене две актрисы, Татьяна Васильева и Елена Воробей. Мне кажется, это тяжелое артиллерие. Подарок судьбы очередной, то, что Татьяна Григорьевна предложила мне, рискнула и рисковала выйти на сцену с, ну, что называется, штамп уже. Это только те, кто интересуется моей биографией, знают, что я прежде всего театральная актриса, прежде всего. У меня очень большое количество интересных ролей за плечами, в том числе очень глубоких это и Аннуциата в пессе Шварца, и Папеса Иоанна, там вообще две роли, ну, и комедийные, конечно, какие-то, и мюзиклы. Но все это тот бэкстедж, который у меня уже остался в моей питерской жизни и лежал, ждал своего звездного часа, когда будет хорошее ангажемент. Он случился. Это и работа с Семеном Стругачевым в спектакле «Любовь по-итальянски». Это и спектакль «Мужчина с доставкой на дом», где я играю, ну, тут уж гротескная роль, просто фееричная Марго по пьесе, господи, Мухарьямова, постановка Нины Чусовой. То есть, если я, например, устаю от долгого эстрадного, ну, скажем так, кривляния, хотя я сейчас лукавлю, я это дело очень люблю. Значит, бы я этим не занималась. и можно быть убедительной в любом жанре, только в единственном случае, если ты абсолютно искренне любишь то, чем ты занимаешься. И, с другой стороны, вот когда я там надышалась, уже называется, напародировалась, и вдруг у меня там спектакль с Васильевым. Вот, кстати, в конце января у нас спектакль. Статьяна Ильича. Да. Да, это мой кислород, я называю его, это мой кислород. Так вот, сейчас появилась возможность вспомнить, скажем, подхватить то еще одно любимое дело, без которого я свою жизнь там не мыслю. У меня же не только одна победа за плечами, конкурс Ялта-Москва-Транзит, где гран-при ушло в мои руки, приз зрительских симпатий, приз, специальный приз от Первого канала, и от спонсоров впервые в истории этого конкурса, тогда единственного в стране, все возможные призы ушли в одни ворота. В мои. Я тогда еще и воробьем не была. Это 93-й год, да, если не ошибаюсь, Ялта-Москва-Транзит? Ой, боже, как давно это было. О, боже, как давно это было. Я помню, я смотрела его по телевизору, кстати. И там мы включаем вдвоем еще, по-моему, тоже. Их звезда тогда вошла. Даже после победы на шоу «Три аккорда», где я все-таки пела песни из чужого репертуара, да, делала это лихо, это была абсолютная чистейшая победа. Я исполнила, позволила себе исполнить одну песню, за что получила, кстати говоря, о, сейчас я покажу, вот этот приз «Шансон года». Да, мы видим. Да, мы видим, и наши слушатели смогут в Ютубе после также увидеть все интервью в видеоформате, это мы напомним. Да, но еще о пародиях хотим. За песню «Белый снег». Эта песня была оригинальная уже, я никого не пародировала, и Александр Яковлевич разыграл, ой, ой, и все упало. Все упало. Все упало. Упал телефон, да. Сейчас, сейчас. Живой прямой эфир, мы напомним пока, что до нас можно дозвониться по телефону прямого эфира, кстати. Сейчас, я... Да, Елена Воробей к нам вернулась сейчас, не только в аудио, но и в видеоформате. Да, поскольку у нас наше интервью... Ай, тяжело, мне просто рука болит. Ага. Интервью у нас уже подходит к концу. Хотим еще о пародиях вас спросить. Вот одна из недавно обсуждаемых новостей в сети, в интернете, опять же, о том, что в новогоднюю ночь вы перевоплотились в образ Ксении Собчак. А меня кто-то узнал? Ну, да, вас узнали, и появились и поклонники этого образа, и также хейтеры так называемые этого образа. Вот для вас важно симпатизировать тому человеку, в кого вы перевоплощаетесь? Его взглядом, может быть, или каким-то позициям, мнением? Я уважаю, Ксения Анатольевна. Я понимаю величину этого человека, масштабность этого явления, понимаю и правильно оцениваю. Когда я просто смелый человек, я понимаю, что делая пародию на Собчак, например, я рискую, но я рисковый человек. Мне интересно делать эпатажные образы. Она, безусловно, эпатажный персонаж. В политике, на эстраде, на телевидении. Просто эпатажный человек. Не случайно и свадьба произошла такая эпатажная. Они нашли друг друга, я желаю им счастья. И я продолжаю отвечать. Да, да, да. Страшно ли мне было, или, то есть, напомните. Важно ли вам симпатизировать тому персонажу, который вы пытаетесь перевоплотиться и перевоплощаете? Если я хочу поймать образ, я просто должна понять суть явления. Тяжело это объяснить, ребята. Я практически никогда не репетирую пародию. Кстати, я считаю, что образ Собчак у меня непародийный. Тяжело спародировать тембр, которого практически нет. У нее, она человек без тембра. Ее, ну вы можете вот вспомнить ее поющий, например. Вы ее не узнаете. Тембр важен для артиста. Безусловно важен. и поэтому это шарж, это не пародия. А если я раскрою, продолжаю раскрывать тайну создания пародийных образов, когда голос звучит у тебя в голове, ты понимаешь природу звукоизвлечения, меня сейчас поймут исполнители, певцы, конечно же. Тогда тебе для этого ничего не нужно. Ты просто закрываешь глаза и поешь. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках, ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках. Ну, к примеру. Да, Анжелика Варум у нас сейчас звучала в эфире. Или там я не репетировала образ с Успенской. Я просто, я просто стала разговаривать, что шансон тело тонкое, тело тонкое. Не репетирую. Так, когда мне предложили исполнить песню Аллы Пугачевой однажды, я вначале испугалась и подумала, господи, да я не справлюсь. А потом, а потом я говорю по острым мыглам яркого огня. Но сейчас мне приятнее воспроизводить голос той Аллы Пугачевой, которой однажды влюбилась вся страна. Ну, к сожалению, вот время нашей программы заканчивается, и звукорежиссер строго нам показывает, что нужно завершать эфир. Но мы надеемся, что мы снова встретимся в нашем эфире с вами. Елена Воробей была гостем программы Абонент доступен. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Пока. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин